Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре четверг, 5 мая, в студии Булды Байрамукова. И я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня. Международный день борьбы за права инвалидов. Международный день акушерки. День водолаза в России. День Конституции Кыргызской Республики. День печати в Беларуси. День освобождения Нидерландов. День детей в Южной Корее. Фестиваль встречи весны в Турции. Что касается знаменательных дат и событий, то в такой же день в 1764 году в Петербурге был основан Институт благородных девиц. В 1912 году открылись пятые летние Олимпийские игры в Стокгольме. День советской печати. В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда». Этот день считается днём рождения духов «Шанель номер 5». Их презентация состоялась в 1921 году в Париже. В 1945 году началась Пражская наступательная операция советских войск. В 1949 году был создан Совет Европы. И в 1989 году состоялось первое выступление женского Вивальди-оркестра. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский инженер-физик, автор первых оптов по телевидению Борис Розинг. Советский поэт и прозаик Евгений Долматовский. Советский военный деятель, маршал и герой Советского Союза Сергей Ахромеев. Советский российский актёр театра и кино, народный артист России Юрий Назаров. Советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель Александр Рагулин. Советская российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, герой России Любовь Егорова. Далее нашу программу продолжит музыка. Весна сорок пятого года, как ждал тебя синий Дунай. Народом Европы свободу принёс жаркий солнечный май. На площади Вены спасённой собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Гена, помнят Алипы и Дунай. Тот светущий и поющий яркий май. Велика ревенция в русском вальсе с когось года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волнские виден разливы, как будто Россию обнял. Помнит Гена, помнят Алипы и Дунай. Тот светущий и поющий яркий май. Велика ревенция в русском вальсе с когось года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной Плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно И всех опьяняла весна. Весна сорок пятого года Так долго Дунай тебя ждал. Пальц русский на площади вели свободных Солдат на гармонии играл. Помнит Гена, помнит Алипы и Дунай. Тот светущий и поющий яркий май. Вихрь ревенция в русском вальсе с когось года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Гена, помнит Алипы и Дунай. Тот светущий и поющий яркий май. Вихрь ревенция в русском вальсе с когось года. Помнит сердце, не забудет никогда. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Приближается самая любимая пора у школьников. Долгожданные летние каникулы, когда можно подольше поспать, волю наиграться на улице, встретиться с друзьями или поехать на отдых. А вот для энергетиков этот период повышенной бдительности. Ведь играя на улице, дети по незнанию могут подвергать свою жизнь опасности. Сегодня все знают, какую важную роль играет электроэнергия в народном хозяйстве, быту и учёбе. Она даёт нам свет, тепло, приводит в движение различные механизмы, облегчающие труд человека. Электроэнергия заняла настолько прочное место в нашей жизни, что сейчас обойтись без неё просто невозможно. Но вместе с тем, электроэнергия таит в себе смертельную опасность для тех, кто не знает или пренебрегает правилами электробезопасности, не умеет обращаться с бытовыми приборами, нарушает правила поведения вблизи энергообъектов. Сегодня именно о том, как безопасно вести себя рядом с энергообъектами, «Что делать, если человек попал под воздействие электрического тока?» На эти и другие вопросы дал исчерпывающие ответы моей коллеге Мадине Жужуевой, заместитель главного инженера, руководитель группы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля филиала Россети «Северный Кавказ», Карачаево-Черкесэнерго, Джамбулат Наджагов. Джамбулат Салтанович, доброе утро. Доброе утро. Подскажите, а какое напряжение вообще можно считать безопасным для человека? Безопасным для человека можно считать напряжение, которое у нас есть в пальчиковых батарейках. Все остальное напряжение для человека опасно. Любое напряжение, будь это бытовое, будь это промышленное, 220 вольт, 380, 10 тысяч вольт. Все напряжение, любое напряжение опасно для человека. Получается, что электрические приборы, которыми мы пользуемся в быту, тоже опасны для человека. И что делать, если обнаружили повреждения изоляции на шнуре электроприбора? Совершенно верно. Все приборы, которыми мы пользуемся, начиная от зарядного устройства, заканчивая утюгом, все это опасно для человека, тем более, если у нас есть какие-то оголенные провода, оголенные участки электропроводки, это очень опасно. Во-первых, нельзя прикасаться к этим участкам. Если это ребенок, надо научить, что если вдруг он увидел, надо тут же обратиться к взрослым. Не пытаться отключить, поднять этот провод, для того, чтобы, как они считают, обезопасить и окружающих, и себя. Всего лишь навсего обратиться ко взрослым, если это дети, отключить прибор наш и отдать туда, где могут его отремонтировать или вовсе утилизировать, чтобы не пользоваться, чтобы не было опасности поражения электрическим током. А в целом, какие правила необходимо соблюдать в быту, чтобы не подвергать свою жизнь опасности? У нас есть общие правила для того, чтобы обезопасить себя от поражения электрическим током. При выключении приборов на токоприемников из розетки, одной рукой придерживать розетку и только так выдергивать вилку из розетки. Это первое. Не пользоваться в комнатах с агрессивной средой, то есть это ванные комнаты, нашими зарядными устройствами, теми или иными приборами, которые включаются в розетку. Всего лишь навсего. Не менять самим лампочки, если не умеем это делать. Не ремонтировать электропроводку. В период летних каникул дети зачастую остаются без присмотра взрослых, поэтому из любопытства или по незнанию могут приблизиться на недопустимое расстояние к энергообъектам или же бросать посторонние предметы на провода или в трансформаторные подстанции. А какое расстояние от энергообъекта считается безопасным? На каком расстоянии надо держаться, чтобы не попасть под действие электрического тока? Мы можем считать безопасным расстоянием от энергообъектов, но только для тех, кто работает в электроустановках, то есть энергетики. У нас есть определенные правила, в которых указано, что 0,6 метра до электроустановки. Это когда работник, а когда транспортное средство, то есть краны или вышки, 1 метр. Это до 10 киловольт. Чем выше напряжение, тем дальше расстояние должно быть от электроустановки. Но это для тех, кто работает. Для тех, кто не работает, то есть для граждан нашей страны, Российской Федерации, желательно вообще не подходить к этим электроустановкам. Да, есть у нас безопасное расстояние, это 8-10 метров. Это то расстояние, на котором, ну, возможны какие-то игры, если нет возможности, в другом месте, если расположены у нас стадионы, площадки, как правило, располагают. Ну, бывает такое, что располагают вблизи линии электропередач. Вот желательно не нарушать это расстояние, безопасное расстояние 8-10 метров. Насколько я знаю, большую опасность представляют и провода воздушных линий электропередачи, расположенные в кроне деревьев или кустарников, или вблизи от них. А ведь дети часто любят лазить на деревьях. Это беда всей России. Весна, и как только у нас начинается рост деревьев, начинают появляться какие-то фрукты, яблочки на деревьях, и дети, как и мы все в своем детстве, начинают лезть на деревья, рывать эти яблочки. И бывает такое, что линии электропередач проходят вблизи этих деревьев, или наоборот, деревья растут вблизи линии электропередач. А как я говорил, что безопасное расстояние это 0,6 метра. Но случается так, что деревья же растут, и это расстояние уменьшается. И вот ребенок, не понимая или не зная, не увидев этого провода, лезет, хоть взрослому, хоть ребенку, не обязательно дотрагиваться до провода. Достаточно приблизиться на расстоянии менее чем 0,6 метров, и человек будет поражен электрическим током. Чтобы такого не случалось, конечно же, надо не препятствовать тому, что работники сетей производят обрубку деревьев, которые проходят вблизи линии электропередач. Если же все-таки такого не произошло, если не допустили, то нельзя допускать туда людей близко подходить. Но, скажу так, это преступная халатность, если не дали произвести вырубку деревьев. Провести с детьми беседу о том, что это опасно, что нельзя подходить к таким местам, где деревья растут близко к линии электропередач или к электроустановкам вообще. Жамбулат Султанович, ну вот не дай бог случилась беда. Куда обращаться, что делать в первую очередь? Конечно, не дай бог, что такое случилось. Ну, в любом случае, у нас есть общий номер, по которому надо сразу звонить 112, звонить взрослым, которые потом обратятся к нам, к энергетикам, в лечебное учреждение. Тем людям, которые могут оказать предварительно квалифицированную помощь, это мы. И квалифицированную помощь, это уже медики. Самим не приближаться. Мы проводим занятия, рассказываем, что надо делать. И также проводим беседы, уроки с детьми. Разговариваем со взрослыми, что в таких случаях самим пытаться оказать помощь лучше не надо. Лучше беречь себя и об этом только сообщать. Спасибо большое за исчерпывающие ответы о нашем радиослушателям. Мы напоминаем, что на наши вопросы отвечал заместитель главного инженера, руководитель группы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля филиала Россити Северный Кавказ, Карачаево-Черкесэнерго, Джамбулат Наджагов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бесероплесенье Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Она очень богатая, она очень важная. Наши народы Кавказа, они славились всегда гордостью, честью, чистотой, благородством. И все это нужно сохранять. Все наши обычаи, именно наши все обычаи и давали вот эти вот черты нашего народа. В том числе это все, конечно, сохраняется и через украшения, через наши костюмы. Это важно, и поэтому к этому я отношусь с большой любовью, с большим трепетом. Я очень рада, что я пришла именно к этому направлению творчества. И мне хочется сделать как много больше в этом направлении, и у меня очень много планов. Я совершенно не считаю, что это должно быть один в один, как было раньше. Конечно, должны быть определенное количество вещей, чтобы мы могли это передать, сохранить, чтобы видно было, как это было тогда. Но ведь то, что делается сейчас, очень много дизайнеров работает в этом направлении, очень много украшений создается в этом направлении с стилизацией именно нынешнего времени. Ведь когда-то эти украшения тоже кто-то придумал с нуля, кто-то внес в свою творческую идею, кто-то вложил в свою душу и придумал именно так. Почему бы нам не вложить частичку себя теперь в эти украшения, взяв какие-то истоки из прошлого? Любуюсь работами мастеров, мы порой не задумываемся, сколько труда и души вложено. Каждый, кто занимается каким-либо творчеством, понимает, что без труда не вытащить рыбку из пруда. И наши мастерицы доказали, что своим желанием и упорством делать красоту они нашли свое хобби или же призвание, которым они будут заниматься и в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем эфир. В рамках празднования столетия со дня образования Карачаева Черкесии во второй школе села Куржинова Урупского района прошло мероприятие «Казаки с земли моей родной». Вместе с журналистами региональных СМИ на нем побывала и наш корреспондент Руфина Ковалева. Разнообразие народных культур и традиций всегда было и остается главным богатством нашего региона. Поселок Куржинова – историческое место компактного проживания казаков. Во второй школе был создан и успешно работает класс казачьей направленности. Именно поэтому темой мероприятия, организованного к юбилею республики, было выбрано казачество. В праздничном мероприятии приняли участие представители Минобразования Карачаева Черкесии, администрации, управления образованием и директора школ Урупского муниципального района. Участников поприветствовал руководитель управления по делам казачества при главе Карачаева Черкесии Игорь Шаганов. Он выразил большую благодарность директору школы Маргарите Масловой за неоценимый вклад в развитие казачьей культуры в районе. Это знаменательное событие, знаковое такое. Много было проведено мероприятий по всей республике, вы все прекрасно знаете. Даже вот последнее из которых принимали многие, наверное, здесь присутствующих высадки деревьев в знак столетия нашей республики. Также я хотел бы приурочить к этому событию то, что было 26 апреля, день реабилитации казачества. Это такая историческая дата, которая понятна всем репрессированным народам, не только казакам, но и карачаевцам, которые проживают в нашей республике. Поэтому была эта историческая ошибка такая исправлена и были казаки реабилитированы. Вот в вашей школе, благодаря Маргарите Анатольевне и в соответствии с поддержкой района, главы района, заместители района, тоже есть казачий класс, где учатся казаки и дети других национальностей, карачаевцы, русские. Поэтому я хотел бы поздравить ваш коллектив, вашим лицем с этим праздником столетия нашей республики. И поздравить всех жителей нашего Урупского района с этой датой. Мы постарались, чтобы мероприятие «Казаки земли моей и родной» стало настоящим праздником уникальной казачьей культуры. За этим стоит многодневный труд педагогического коллектива и школьников, отметила директор школы номер 2 поселка Куржинова Маргарита Маслова. У нас единственный в районе казачий класс, и у нас казачья направленность. У нас 15 человек в казачьем классе, и мы хотели показать немножко казачью культуру. Потому что у нас многонациональный район, у нас проживают и русские, и карачаевцы, и черкесы, многие на области. Ну и мы показали быт сегодня казаков. Мы познакомили и с кухней казаков, мы познакомили и с обычаями, традициями. Особое внимание уделили детским играм, показали это. То есть дети готовились, учителя готовились, все очень рады этому мероприятию. Ждем всем гостям. Гостям была представлена литературно-театральная композиция, спортивно-развлекательная постановка казачьей игры. В школьной мастерской учителя организовали демонстрацию ремесел казаков. Ребята показали, как изготавливали казаки гончарные изделия, бочки для солений, кованые изделия и конскую упряжь. В горнице мастерицы школьницы со своими учителями под народные песни поделились секретами изящной вышивки рушников, но и центральной частью стала дегустация блюд казачьей кухни. Караваи, курники, соленья, вареники со множеством начинок не оставили равнодушным ни одного из гостей. Караваи, курники, соленья, вареники со множеством. Караваи, курники, соленья, вареники со множеством. Из сосны березы ли саван мой сос друга? Не к добру закатная это тишина. Только шашка казаку во степи подруга На Ивана холод ждем, а в святке лето снится Сной махнем, не глядя мы, на бургу метель Только бурка казаку, остепи станица Только бурка казаку, остепи постель Отложи косу свою, а бабка на немного Да поём, чего уж там было далеко Только песня казаку во степи подмога, Только с песней казаку помирать легко. Субтитры подогнал «Симон» Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Местами дождь. В отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 13. В горах местами плюс 2, плюс 7. В горах Республики выше 2500 метров лавина опасна. В черкеске дожди. Днем умеренные. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до отметки плюс 11. На этом информационно-музыкальная программа радио Карачаево-Черкесии «Республика» подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Азжиев. В студии работала Болду Байрамукова. Мы прощаемся с вами и желаем всем хорошего дня и удачи во всех начинаниях. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова